Новогоднему настроению быть. Самара продолжает подготовку к предстоящим праздникам. По традиции, главным местом притяжения отдыхающих станет площадь Куйбышева. Здесь планируется залить два катка, установить большую елку. Также начнет работу усадьба Деда Мороза, но в этом году в новом формате. Усадьба Самарского Деда Мороза не будет работать в том режиме, который мы видели в предыдущие три года. Они рассредоточены на пять отдельных локаций. Отдельно стоит изба Деда Мороза, локация Волшебный дуб, избушка Бабы Егей со ступой, тоже достаточно большое количество там будет зон фотографирования. Ледяное царство – это трон, световая арка, элементы ледовых скульптур. Из новинок на площади появятся космические матрешки и арт-объекты – шлемы, луноход и спутник. Также в праздничное убранство оденут все районы города. Для организации проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление. Глава города Елена Лапушкина поручила руководителям районных администраций праздничные акции проводить только с соблюдением требований Роспотребнадзора. Все, что касается массовых мероприятий, еще раз подчеркиваю, только после согласования с Роспотребнадзором крайне внимательно к этому относитесь. Не забываем про дистанцирование, не забываем про маски и так далее. Но, тем не менее, стараемся все-таки у людей создать праздничное настроение. И так год достаточно тяжелый был, поэтому максимально украшаем, максимально проводим мероприятия, которые нам будут позволены. Особое внимание на совещание уделили работе елочных базаров. В этом году в Самаре появится 134 точки по продаже новогодних деревьев. Это на 48 больше, чем годом ранее. Работать они будут с 14 по 31 декабря. В этом году организация торговли хвойными деревьями будет оформлена в новой визуальной концепции. В этом году наличие ограждений является обязательным требованием при заключении договора на ярборочную торговлю. Глава города поручила профильному департаменту тщательно мониторить торговлю елками во всех районах. За незаконную продажу деревьев предусмотрены штрафы. 31 декабря все непроданные елки должны быть своевременно убраны. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События.